Удивительно, но факт, Суп тоже стал героем живописных произведений, причем многочисленных. И, например, можно обратиться к картине Зинаиды Серебряковой, написанной в 1914 году. Она называется «За завтраком», где художница написала своих собственных детей вокруг стола, причем дети по-разному уже подходят к этому завтраку. У кого-то уже тарелка наполнена, один из сыновей пьет воду, маленькая Таня еще только ждет, когда же ее покормят. Конечно, сразу возникает вопрос, а при чем тут завтрак, если в центре стола большая красивая супница с супом, и, например, маленький Шура уже ест с удовольствием этот суп, на секундочку отвлекся, чтобы посмотреть на нас, наверное. Это второй завтрак в семье Серебряковой питались по европейскому такому расписанию. То есть первый завтрак был скромный, там булочка какая-нибудь, а вот уже в 12 часов был второй завтрак, который больше похож был на обед. И вот тогда уже подавали суп. И, конечно, совершенно невозможно оторвать взгляды от этой красивой супницы, наполненной чем-то таким вот сытным, аппетитным. Вильям Пахлебкин, знаменитый кулинар, в своей книге «Секрет хорошей кухни» рассуждает о супе как вообще о семейной ценности. И говорит, что только по-настоящему крепкой, благополучной семье обязательно каждый день к столу подают суп. Ну а вот отсутствие супа – это как раз показатель семейного неблагополучия. Так что и правда супница – это такой вот символ большой семьи. Там, где есть супница, там есть непременно сервиз на 12 персон, какой-нибудь тяжелый дубовый стол. И вот в искусстве еще дореволюционном можно довольно часто видеть этот предмет. А вот если мы переносимся в середину 20 века в Америку и смотрим на знаменитую работу Энди Ворхолла «Банка супом Кэмпбелл», то мы понимаем, как сильно изменился мир, изменилось представление о благополучной семье, но при этом не изменилось представление о том, как важно есть суп ежедневно. Сам Энди Ворхолл признавался, что это было едой, которая практически каждый день была у него на столе. «Банка супом Кэмпбелл» – это произведение популярного искусства, рассвет которого приходится на начало 60-х годов, и это, конечно, искусство американское. Американский образ жизни очень здорово как-то монтируется с этой самой «Банкой». Жизнь быстрая, еда быстрая, все происходит весьма и весьма динамично. Поэтому что как ни «Банку супом Кэмпбелл» мог изобразить Энди Ворхолл, когда принимал решение, чтобы ему такое написать, но такое, что все знают, что все видят ежедневно, и что он сам видит тоже очень часто, и что он очень любит. Вообще Энди Ворхолл в конце 50-х годов чаще обращался к комиксам, героям комиксов, рисовал их довольно активно, но поскольку другой поп-артист Рой Лихтенштейн делал это, может быть, даже более талантливо, перед Энди Ворхоллом стал выбор все-таки, на что же переключиться, чему же уделить такое внимание, чтобы выйти вперед с какими-то своими образами, и вот ему дали ценные советы относительно того, что нужно выбрать как раз самое ходовое, самое понятное, то, что знает каждый, и вот тогда Энди Ворхолл буквально, как он сам говорил, пошел в супермаркет и купил 32 банки супа Кэмпбелл. Правда, сначала изобразил одну, причем там довольно много именно живописной техники, а затем для выставки в Лос-Анджелесе он сделал 32 банки, 32 изображения банки, которые на выставке стояли буквально как в магазине на полке. Это были разные типы супа, фирма одна, и, в общем-то, дизайн единый, но супы разные. Есть с перцем, есть томатный с рисом, есть манхэттенский суп, есть, например, с сыром чеддер, ну и так далее. В общем, много достаточно вкусов у этого супа. Но когда мы смотрим на вот эти 32 этикетки от 32 банок, мы замечаем, что они ведь практически одинаковые, и разница не бросается нам в глаза сразу. Но когда мы начинаем присматриваться, мы видим, что шрифт немножко отличается, цвет отличается, есть еще какие-то там маркировочки маленькие, но для этого нужно присматриваться. Вот эта масса банок напоминает немного картину, написанную примерно за 10 лет до серии «Банки с супом». Картина Рене Магрита Галконда, где по полотну рассредоточено огромное количество людей. Они висят в воздухе, вообще похоже на капли воды. Правда, капли воды, они вообще падают с неба, а вот герои Магрита, они просто зависли. И как капли воды, они похожи друг на друга, как банки с супом Кэмпбелл, похожи друг на друга. Но как только мы присматриваемся к персонажам Рене Магрита, они на самом деле оказываются разными. У кого-то, например, есть усы, а у кого-то нет усов, у кого-то есть портфель, кто-то держит его в руках, а кто-то подмышкой, кто-то положил руку в карман. Люди разные, но этого не видно с первого взгляда. Люди, которые могут быть толпой, а могут быть отдельными личностями. У Энди Уорхола мы можем подумать именно об этом, как индивидуальные и как различные, и как при этом абсолютно одинаковые эти самые банки. Почему именно они? Это, конечно, разговор о наступившей эпохе потребления, о которой так много рассуждал философ Бодрияр, который говорил о том, что теперь современный мир ценит даже не сам продукт, не его какие-то свойства, не его функции, а вот просто сам факт приобретения и обладания этим продуктом имеет для человека значение. То, как им пользоваться, уже совершенно не важно. И вот этот суп на самом деле тоже об этом способен напомнить, потому что мы видим, что это не суп, мы видим только этикетку. И продолжая разговор о потреблении, мы можем даже вспомнить, что эта банка с супом появляется у Энди Уорхола на бумажном платье. Бумажное платье – это такая дизайнерская разработка художника, который решил, что раз все так активно потребляют, и девушки даже носят в сумочках по нескольку нарядов, чтобы менять их в течение дня, так почему же не предложить для удобства бумажную одежду, ну, специально пропитанную, чтобы она не намокла под дождем, слишком эротична, иначе будет носить такую одежду, особенно осенью. Так вот, на одном из таких платьев появляется принт в виде банок супа, их тоже много, но, в принципе, платье можно было раскрашивать и сами. Но это совсем другая история. А возвращаясь к банкам супа, мы, с одной стороны, можем подумать о том, как для 20 века важна тема исчезновения автора. Ведь Энди Уорхелл, в общем-то, ничего сам не придумал и не создал. Банк супа была разработана другими людьми, ее дизайн, ее назначение, оно прекрасно себе существовало без художника. Но он взял именно этот предмет и не просто изобразил его, а растиражировал его, тем самым показав, насколько автор уже не является каким-то творцом идеи. Эту мысль очень ярко высказал французский философ Ролан Барт. И статья эта вышла, правда, в 67-м году, но Энди Уорхелл, получается, предвосхитил уже появление этой идеи. Америка — это правда страна, которая гордилась своими возможностями в области улучшения человеческой жизни, условий жизни и возможности как раз-таки потреблять. И, кстати, сказать, можно вспомнить о том, что именно кухня у американцев была просто обставлена по последнему слову техники, что называется, огромное количество разных девайсов. И, между прочим, в 60-е годы появляется замороженная техника быстрой заморозки, замороженное мясо. Это вообще что-то невообразимо удобное для хозяйства. А, в общем, Америка в этом смысле абсолютно впереди планеты всей. А если посмотреть на Советский Союз, на советское искусство, то здесь образовался очень неожиданно интересный ответ в виде концептуального искусства художника Дмитрия Пригова, который в конце 70-х годов взял консервные банки, которые, между прочим, в отличие от Америки, были большой редкостью, большим дефицитом. И в эти банки он как будто поместил такие настоящие человеческие ценности. Ну, скажем, у каждой банки было свое название. Например, была банка пророчеств, была банка за полное и безоговорочное разоружение Америки, банка будущего, светлого будущего, банка вопрошений, на которой печатными буквами, с помощью печатной машинки были нанесены надписи с такими гогеновскими вопросами, откуда мы пришли. А, например, на банке будущего, черного цвета, была такая светлая надпись «Будущее». Ну, оно светлое, да, в беспросветном темном мире. В общем, это искусство, которое себя в каком-то смысле противопоставило и поп-арту, ну и советская действительность, конечно, была противопоставлена американской во многом. Так что здесь поп-арт и концептуализм очень интересно ведут диалог благодаря Дмитрию Пригову. Но это еще не все. Потому что среди многочисленных изображений банки Суппен Кэмпбелл у Энди Уорхола есть весьма неожиданная интерпретация этого, не побоюсь этого слова, образа, где этикетка на банке рвется и немножечко сползает, и обнажает вот эту жесть серой банки. И вот тут мы вспоминаем о том, что вообще для Энди Уорхола было очень важным брать образы такие парадные, демонстративные. Он вообще утверждал, что он любит красоту, что некрасивых людей не бывает, и когда он делал портреты Майкла Джексона или Ингрида Бергмана и различных знаменитостей, он всегда убирал морщины, вообще какие-либо недостатки внешности. То есть он действовал, в принципе, как египетский художник, который делал посмертную маску фараона или какого-то жреца, где сохранялось только самое главное для внешности, то, что не подвержено времени. То, на чем нет печати времени. И банка с супом в каком-то смысле это тоже такой вот вечный неизменный образ. Вот эта этикетка, которая, в отличие от содержимого банки, она ведь никуда не денется, она не изменится, как нам кажется. Но вот в этом варианте этикетка все-таки рвется, и мы видим, что за этикеткой есть какая-то сущность, такая, в общем-то, печальная и неприглядная, что это как неэкзистенциальное размышление. Разговор о том, что есть маска, и есть то, что за этой маской прячется. Удивительно, но факт, банальная банка с супом, казалось бы, так близкая к рекламе, вдруг открывает нам огромное количество философских тем. Редактор субтитров А.Семкин